Сейчас вот такая ситуация, Бенфико в очень хорошем форме, ну и Динамо, мы хотим верить, что уже все-таки прорвало. Поэтому ситуация такого, если можно сказать, равенства, что выходит на первый план, что может это поделить? Прорвало, я не так мало. Наверное, ребята в последних играх заслужили победу тем желанием, которое они проявили на футболе. И для меня, так же, как и для другого тренера, не праздниться, какой опыт у футболиста, сколько он будет, если он отдаёт все силы, если он по всем крыльям превосходит своего конкурента на позицию, он играет. Наверное, в последних играх вы видели, играла достаточно молодых игроков, для которых сейчас появился реальный шанс. Они им воспользовались и, я надеюсь, дальше будут продолжать работать. И, наверное, своим желанием, своим умлением, рвением в тренировках, в играх, они вдохновляют всю команду. Я сейчас вижу в этих двух играх, подключая молодежь и игроки, которые были до этого, они заиграли по-другому, потому что они видят, что действительно эта молодежь их вдохновляет на какую-то другую игру. Надеемся завтра показать такую же игру, и, наверное, сейчас ребята после этих двух игр получили какую-то уверенность, и завтра они должны продолжать так же работать. Будь ласка, Артем Францович. Сергей Станиславович, 5-2. Микрофончик, микрофончик. Он нуждающий фон. И, будь ласка, сильничай, то, чтобы за ним рейти камеры. Хорошо, хорошо. Прошу прощения. 5-2, 4-1. Насколько у нас большие ли шансы рассчитывать на счет 3-0 в завтрашнем матче? То есть просто по логике. И второй вопрос будет ли в основе Ореховский? 3-0 вы имеете в виду 0-3. 0-3, разумеется, 0-3 в пользу Динамо, только так. Я сейчас не хочу вообще говорить и думаю, это, еще раз, совсем другой турнир. Это не Кубок Украины, это не чемпионат Украины. Здесь собраны лучшие команды Европы. Здесь важно, действительно, сконцентрироваться на каждом моменте игры, понимать, против кого мы играем, но и понимать, что мы должны играть в футбол, а не обороняться всю игру. Надеюсь, мы завтра все это обсудим, поговорим с регатами. И важно, чтобы они выходили на поле и не боялись играть в футбол. А то, что они умеют играть в футбол, я в этом не сомневаюсь. И в последних двух играх они это доказали. Не только, как вы говорите, забиваем девчим, но и обороняем всей команды, что завтра будет не менее вам. Айховский. Ну, по поводу состава, вы завтра все узнаете. Я сейчас не могу говорить, кто у нас составит, потому что, в первую очередь, мы все сами еще не определимся 100% с остальным составом. Вы сами видели, в последних двух играх составы были смешаны, и сейчас есть еще время решить, кто будет в основном составе. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Я уверен, что Андрей Елболин – это действительно лидер команды. И нам его не хватает. Но в «Динамо» в Киеве всегда была достаточная конкуренция на каждое место. И те футболисты, сейчас молодые, выходят и доказывают. И, наверное, в первую очередь своим желанием и своей отдачей. Что будет завтра? Посмотрим. Пожалуйста, микрофон. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И именно это что? Это не герой матча. Но, тем не менее, два голи в первом матче. Прошло с левой ослаблой. Или вы реализовали все ошибки, которые вызвали с этого футболу? Завтра посмотрите, сделали ли мы какие-то выводы или нет. Конечно, мы проанализируем каждого, но я никогда не обращаю внимания на индивидуальные ошибки. Ведь во втором голе, как можно во втором голе обвинять Антону, если там полкоманды проиграла свои позиции, полкоманды просто смотрела, как футболисты Финцити продвигаются вперед. Я не думаю, что во втором голе виноват Антону. Так же, как и в первом голе. Есть индивидуальные ошибки группы игроков. Нельзя обвинять одного человека, да? Был принятер, наверное, Антонич сто процентов не хотел там залить. Как сложилось сейчас обвинять одного человека в этом все лезет? Проиграла вся команда, так же, как и тренер. Надеюсь, завтра мы сделаем какие-то выводы и выйдем совсем в другом настроении. Я думаю, что каждая команда в лиге чемпионов, сколько бы они очков не набрали, немного смотреть на свою позицию, нужно выходить и играть в футбол. Мы играем на высочайшем уровне. Сейчас у нас есть шанс. У нас впереди три игры, мы постараемся им воспользоваться. Завтра у нас всего одно очко. Конечно, мы понимаем, что сейчас нужно за каждую игру играть на победу. И на это настраиваем ребят. Еще раз, нужно учитывать против кого мы играем и устроить правильный план на игру. Марк Фрейдер, это мой Питей. Хотел бы я спросить, что есть 8 пунктов для лидерации этого чемпионата. Вы не должны очки и нестили, что вы можете сделать чемпионатом. И это будет для вас очень важным, значимым? Конечно, они. Каждый тренер, каждая команда, играющая чемпионов, ставит только высочайшие цели. Так же, как и в прошлом году, мы ставили цель выхода из группы. Еще раз повторюсь, на каком бы мы месте ни были, если у нас есть шанс, мы будем бороться. Но, я не знаю, нужно показывать игру. Я уверен, наши болельщики, если завтра увидят игру, увидят желание, старание, если они все сделают за победу, и вырвут эту победу, конечно, они будут довольны. Любой может быть результат завтра. Но важно отдать все силы, чтобы и у меня, и у каждого игрока было после игры, не знаю, желание ни в чем себя не упрекнуть, что он не отдал все силы на поле. А результат, особенно в лиге чемпионов, он может быть любой. Но еще раз мы обращали внимание ребят, что Бенфика, вроде бы мы играем дома, но Бенфика перебегала нас дома, перебегала и переиграла в интенсивности игры, в желании. Вот это самое главное, чтобы завтра Бенфика нас не переграла в желании. Я думаю, каждый из ребят это сейчас понимает, потому что в последних играх я вижу, насколько увеличилась интенсивность игры, наверное, по тому показателю, что я вам сказал. Потому что были на поле молодые футболисты, которые своим желанием давали импульс всем остальным игрокам. Я думаю, в первую очередь психологически, потому что, я приведу простой пример, некоторые игры мы пробегали 107 километров. В этой игре с Карпатами, играя дома, мы пробежали 122 километра при очень высокой интенсивности. Наверное, это большая разница, потому что, играя дома с командами, которые мы, я не знаю, мы футболисты в какой-то мере считают ниже себя уровнем, они считают, что мы можем обыгрывать на классы, не прикладывая максимум усилий. В этих играх мы уже поняли, что так не пройдет. И сейчас, из-за игры с Карпатами, все увидели, что мы не можем обыгрывать команду, просто на классе стоя и контролируя мяч. Нужно играть интенсивно, нужно играть активно. И, надеюсь, эти две игры, в первую очередь, усилят уверенность ребятам. И верю, верю в то, что, действительно, для того, чтобы выигрывать любую команду, нужно прикладывать максимум усилий. Всем спасибо. 15 минут тренирования «Динамо» открыты для журналистов.